Что касается палат, действительно великолепное здание, правда, я согласен с тем, что это великолепное здание, но здание, которое, наверное, через шаг потребует нового переосмысления с точки зрения музейного пространства, потому что современное музейное пространство строится уже по иным принципам, нежели чем это было 30-40 лет тому назад, это очевидно. Мы пока до этого переосмысления не дошли, в этой связи все, что работало в палатах и все, что находилось в палатах, оно работает и находится, скажу больше, мы сейчас пытаемся привести в божеский вид выставочные залы на третьем этаже, заменив там экспедиционное оборудование и, прежде всего, осветительное оборудование. У нас возникла проблема, когда мы стали договариваться с крупными музеями о возможности экспонирования хороших выставок, у нас возникла проблема, прежде всего, с освещением. Галогеновое освещение, которое у нас там присутствует в части залов, не позволяет нам привозить хорошие работы. Поэтому надеемся, что в начале следующего года нам, если говорить о деньгах, если говорить о эффективности использования денег, я могу сказать, что мы в этом году сэкономили несколько десятков миллионов рублей по итогам года. На чем? Мы сэкономили в общих рамках, как это называется, повышение эффективности использования средств. То есть мы отказались от тех покупок, которые мы могли бы не производить. Мы не стали продолжать закупать копировальную множительную технику в тех объемах, в которых она покупалась до этого, потому что ее и так уже достаточно. Мы пересмотрели политику в отношении закупки канцелярских товаров и сэкономили количество на этом. Плюс немножко больше заработали, чем в прошлом году, и сумма образовалась. И вот эта сумма, она переходящая для нас, это небюджетная сумма, мы никуда не возвращаем, она остается на счетах музея и заповедника, позволит нам уже со следующего года заняться несколькими очень важными для нас вещами. Первое, это, конечно, разработка, это кроме освещения в экспедиционных пространствах, это разработка проектно-сметной документации для реставрации объектов, прежде всего Суздаля, в рамках подготовки к тысячелетию со дня рождения этого города. Не секрет, что до тысячелетия остается очень мало времени. По бюджетным меркам, учитывая прохождение, скажем так, бюджетных циклов, заявок на деньги, получение этих денег, остается совсем ничего и производство работы. Для того, чтобы заявляться на реставрационные работы, необходимо иметь пакет проектно-сметной документации. Как правило, сейчас Министерство культуры очень рекомендует своим учреждениям проекты проектно-сметной документации, пакеты проектно-сметной документации делать за счет своих внебюджетных средств. Тогда гораздо проще получить целевое финансирование уже на производство работы. Давайте к суду вернемся. Так что, вот для чего нужны сэкономленные деньги. Эти сэкономленные деньги, они как раз и пойдут на то, чтобы с начала года заняться проработкой этих вещей. И надеюсь, что до июня мы сможем получить уже первые результаты и заявиться на 2018 год на целевое финансирование уже на производство работы.